День светлой памяти. Сегодня православные отмечают радоницу праздник поминовения усопших. Дом вместо дачи. Почему смена статуса Барнаутского садоводства в жилой поселок вызвала неоднозначную оценку? Стань донором, спаси жизнь и в крае проходит большая благотворительная акция. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня родительский день. День поминовения усопших. До Барнаульских кладбищ с 7 часов утра и до 6 вечера можно добраться бесплатно. К примеру, на Черницкое кладбище ходят трамваи от депо номер один до остановки кордона. Оттуда к местам захоронения людей доставляют автобусы. До Новомихайловского кладбища уехать бесплатно можно от урожайного. Для тех, кому необходимо добраться до Черницкого, организовано 15 трамвайных вагонов. На территории всех кладбищ торгуют ритуальными принадлежностями. Желающим предоставляют инвентарь для уборки. А вот в Бийске организованы дополнительные маршруты. Автобус номером 51 развозит от вокзала до городского кладбища, 52-й до Северного. Интервал движения между транспортом от 10 до 25 минут. При этом за проезд в бийских автобусах в родительский день придется платить. В Таиланде кремировали бурнаульца, который скончался в результате заражения лихорадкой Денге. Церемония прощения с Герасимом Григорьевым прошла в Троицкой церкви и в храме Ват-Челонг. Причиной смерти стал всего лишь один укус комара. Мужчина не смог принести самую опасную форму лихорадки Денге – геморрагическую. Герасим провел в тайском госпитале около месяца. За это время он перенес кому, остановку сердца, почечную, печеночную недостаточность, сепсис. Бурнаулиц не успел продлить страховку, поэтому все расходы в госпитале легли на родственников. При этом только один день пребывания в больнице обходился в 150 тысяч рублей. Мама Герасима была вынуждена выставить на продажу квартиру, чтобы частично погасить долг. Сейчас родственникам необходимо выплатить еще 1 миллион 200 тысяч рублей за лечение, которое не принесло результатов. Друзья, знакомые, земляки Герасима продолжают собирать деньги, чтобы помочь его семье. К другим темам. Более 200 студентов, планирующих стать общественными наблюдателями ЕГЭ в Алтайском крае, проходят сегодня обучение. Его проводит Краевое министерство образования совместно с Российским союзом молодежи. Желание стать наблюдателями изъявили учащиеся основных вузов Краев, в том числе Алтайского педуниверситета, АГУ, технического и других. Накануне они изучали нормативно-правовую базу проведения ЕГЭ, а в эти минуты для ребят проходят тренинги по психологии в форме деловой игры. Студенты получат сертификаты и будут аккредитованы в качестве наблюдателей в дни единых госэкзаменов этой весной. В Министерстве образования отмечают, что это повысит прозрачность и объективность проведения госаттестаций. Восемь частных домов и три приусадебных участка в шести населенных пунктах края до сих пор остаются затопленными, сообщает Комсомольская правда Барнаул со ссылкой на Главное управление МЧС России по Алтайскому краю. О чем еще пишут корреспонденты Сибирской медиагруппы, смотрите в обзоре. Паводковая вода все еще не ушла из Топчихинского, Волчихинского, Тальменского районов. Здесь по-прежнему сосредоточено почти полторы тысячи спасателей, 510 единиц техники и 54 плавсредства. В минувшие выходные сложная обстановка была в Тальменском районе. Дополнительные подразделения МЧС России перебросили туда. После ликвидации затора на реке Чумыш уровень воды в реке снизился, но по-прежнему подтоплены несколько домов и дворовых территорий, сообщает Комсомольская правда Барнаул. В ближайшее время в связи с ростом уровня воды в Аби и силы спасателей перебросят ближе к барнаульскому поселку Затон, а также в Камень на Аби и Шилоболихинский район. Алтайских аграриев просят сократить пассивы гречки почти в два раза, пишут журналисты Политсибру. Оказывается, в году минувшем ее урожай был настолько велик, что запасов хватит еще и на весь 2019 год. В связи с этим крупа практически в три раза подешевела. Теперь власти региона просят аграриев сократить объемы посевных площадей. Увлекаться гречихой нашим аграриям не рекомендовал первый заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов. Такие объемы не то что Россия, но и другие территории не в состоянии потребить, заявил он. Сложная ценовая ситуация на рынке складывается и по пшенице, причем это тоже связано с большими объемами урожая. Корь вернулась на Алтай, пишут журналисты Бийского рабочего и напоминают об опасности заболевания этой инфекцией. Не так давно в краевой столице было зарегистрировано три случая, причем источником оказался житель Барнаула, который привез болезнь из-за рубежа. Корреспондент Бийского рабочего со ссылкой на Роспотребнадзор настоятельно рекомендует всем жителям края привиться от кори. Отсутствие прививок даже у незначительной части населения может способствовать распространению инфекции. К примеру, если в подъезде многоквартирного дома хотя бы один человек заболеет этой инфекцией, контактными будут считаться все жильцы. Татьяна Голубева, Наши новости. Быть или не быть жилому поселку на территории Барнаульского садоводства Трансмаш. Этот вопрос регулярно поднимают на общих собраниях. Одни желают получить здесь прописку, другие категорически против нового статуса из-за лишних затрат. Компромисс пока не найден. Но можно ли в принципе добиться нового статуса сегодняшнему садоводству? Разбиралась Валентина Аскерова. Наталья Палаус уже несколько лет мечтает о прописке. Своей квартиры у женщины нет, но есть участок в садоводстве Трансмаш. Сейчас они с мужем строят там дом, в котором надеются прописаться. Единственный выход видят в том, чтобы превратить садоводство в поселок. Мне уже перевалило за 30, так же, как моему мужу. И хочется, чтобы было что-то. Возможности заработать на свою квартиру у нас нет, родителей нет у меня. Поэтому надеемся, что это произойдет, и у нас наконец-то появится жилье. Другие садоводы уверены, что при новом статусе местная администрация займется облагораживанием территории. Ведь сейчас здесь отсутствуют коммуникации, существуют серьезные проблемы с дорогами, по которым не может проехать даже скорая. Но при всех преимуществах большая часть садоводов против того, чтобы на их территории был поселок. Оно и понятно – это лишние налоги. Им не нужен никакой статус садоводства. Им нужна земля, чтобы прийти, вырастить для себя. И все. А когда поселок – это лишние заморочки. И поселки нужны. Вот они, беженцы, деревень. А если в городе живешь, у меня 100 квартир. Мне зачем это нужно? Вот только у Натальи Полоус и у многих других козыря. В виде 100 квартир нет. Им хотя бы одну. Кстати, решение о присвоении статуса решится на общем собрании садоводов в следующем году. А пока эксперты советуют людям, мечтающим о своем жилье, пойти более простым путем. Более грамотно можно поступить с тем, что сохранить именно садоводство. И точечно признавать свои дома жилыми. То есть это возможно либо через суд, либо через местный орган исполнительной власти. Путем создания специальной комиссии, которая уже по принятию данного дома жилым выдаст решение, что там возможно будет прописаться. Лучше всего, пояснили специалисты, в администрацию обратиться коллективно, чтобы ускорить процесс работы специальной комиссии. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Студенты Бурнаульских вузов стали донорами крови. На этой неделе ребята присоединились к традиционной акции «Стань донором, спаси жизнь». Ее проводят два раза в год, весной и осенью, по инициативе Политехнического университета при поддержке Алтайского краевого центра крови. На площади Сахарова, напротив Дворца зрелища спорта, с понедельника и по пятницу с 8.30 утра. И до полудня будет работать мобильная станция переливания крови. Стать донором может каждый желающий студент не моложе 18 лет. Перед процедурой врачи обязательно проверяют общее состояние здоровья. Добавим, что студентам в день сдачи крови можно не посещать занятия. После переливания каждому положен шоколад. Последнее веяние моды при отделке многоквартирных домов. Уникальный для Бурналу проект презентовала компания «Адалинстрой» и ее партнер сеть офисов недвижимости «Миэль». Название объекта – авторский дом «Ван Лофт». Это первое здание, выдержанное в ультрасовременном архитектурном стиле. С применением натуральных материалов. При отделке фасада используют клинкерную плитку. Она имитирует настоящую кирпичную кладку, что придает зданию особый шик. К тому же нестандартные оконные пространства, панорамные лоджии и открытые входные подъезды обеспечивают максимум естественного освещения. Смарт-планировка с грамотно продуманным зонированием. А вместо привычных балконов – зимние сады, причем утепленные. Можно будет устроить и рабочий кабинет, и зимний сад, и какую-то оранжерею. То есть это такое пространство, которое каждый может подстроить под то, что хочется именно ему. Микрорайон с развитой инфраструктурой. Продажи уже стартовали. Получить подробную консультацию можно в сети офисов недвижимости «Миэль». Уже в эту среду, 18 апреля, в Барнауле состоится одно из важнейших театральных событий края. Премьера спектакля проекта «Большая сцена-4», организованного журналом «Автограф» и театром «Музыкальной комедии». Какие эмоции испытывают непрофессиональные актеры за несколько дней до премьеры, расскажет наш корреспондент Артемий Панченко. А пчелочка золотая, а что же ты жужжишь, жужжишь? Жаль, 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 что ко мне, что же ты жужжишь? Последние репетиции в гримерке и подопечные режиссеры Татьяны Столбовской отправятся на сцену, чтобы отчитаться о своей готовности перед главным режиссером проекта Константином Яковлевым. Девочки, не теряйте, пожалуйста, существование, да? Пока одни выступают, другие готовят реквизит, примеряют костюмы и вспоминают реплики. И хотя все уже вроде бы отточено и выверено, вид на зрительный зал со стороны сцены заставляет поволноваться. Всегда существует такой, знаете, маленький легкий мандраж, что вдруг где-то в самый ответственный момент, вдруг я что-то подзабуду. Пока просто волнуемся, пока я вот не представляю даже, как мы выйдем на сцену, когда будет очень много народу. Ну, я думаю, что в день премьеры я для своих родных стану прям звездой. Звездами эти актеры уже стали, ведь большая сцена открывает в людях массу новых талантов. Проект доказывает барнаульцам это уже в четвертый раз. Одаренность непрофессиональных актеров отмечают и сами сотрудники театра. Поначалу, когда только начинался этот проект, мне казалось, ой, это будет вообще неизвестно что, люди со стороны. А когда выходят на сцену, ну, знаете, очень даже здорово. Два с половиной месяца репетиции позади, но даже накануне своей большой премьеры все актеры помнят, что главная цель большой сцены – это благотворительность. Ведь часть вырученных средств с продажей билетов будет направлена в благотворительный фонд «Мать и тетя» в помощь онкобольным детям. Артемий Панченко, Андрей Печоркин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды – компания «Эвалар». Черникофорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникофорте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей части территории края пасмурные, дождливо. В Камне на Абиславгороде плюс 5 до 10 в Бийске и Рубцовске, 11 в Белокурихе и Изминогорске. В Барнауле дождь, ветер западный, временами порывистые, до 7 тепла. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова